ПЕСНЯ Друзья, сейчас я вам покажу рум-тур, покажу, что в нашей комнате есть, как все устроено, и где мы живем эти дни здесь на острове. Вот смотрите, наша вилла 21. Вот здесь вход в виллу. Вот так она выглядит. С двух сторон лесок вот такой. И от каждой виллы идет центральная дорожка вот в обе стороны. Это как бы главная такая улица, по которой мы ходим в ресторан, ну и другие точки этого острова. Значит, вот вилла 21. Вот здесь вот такой. Не знаю, кто это. Ящерица, наверное. Ну, пойдемте. Открываем карточкой. Традиционно вставляем карточку вот сюда, и зажигается свет. Входная дверь. Так, ну, давайте сразу заглянем сюда. Значит, сразу хочу вам сказать, что наш номер не после уборки, потому что к нам приходит он убираться, наверное, во второй половине дня. Я его не буду ждать, показываю вам все как есть. Вот, значит, здесь очень просторная комната вот эта. Ну, ванной не назовешь, потому что здесь душ, ванной здесь нет. Ну, по крайней мере, смотрите, душ какой большой. Вот это все душ. Все новое. Отель 19-го года. Здесь душ, полочки, вот здесь шампунь с гелем, два ванного или три ванного, не знаю. Вот такая стеклянная перегородка. Она не двигается, она такая стационарная. Две раковины. Так, что еще? Значит, из косметических принадлежностей здесь, в принципе, ничего нет. Только гель для душа, шампунь и мыло, вот такие кусочки. Вот, все, больше как бы ничего нет. И есть вот такой санитайзер. Вот, можно обработать ручки. Фен. Еще ни разу не пользовалась. Зеркало двухстороннее. С одной стороны увеличивается, с другой стороны обычное. Бумажные салфетки, полотенца для лица. Здесь вот салфеточки есть еще для рук, видимо. Под раковиной. Постоянно нам сюда кладут полотенца для пляжа. Они другого цвета. Желто-бежевые такие. Вот, это мой стиральный порошок там лежит. Здесь очень удобно стирать. Я сюда наливаю воду, вот так. Вот, можно замочить, потом простирнуть и повесить. Сушиться. Так, вот эту урну для мусора я постоянно убираю. Вот, в эту сторону. Когда приходят убираться, они ставят ее опять сюда. Ну, наверное, так надо. Я не знаю. Я бы ее, может быть, даже, может быть, или вот сюда бы убрала. Ну, куда-то вот с глазовой. Вот, нет. Ее постоянно, каждый день все равно выставляют сюда. Ну, так положено, видимо. Номер очень современный. Вот этот свет, который там вот где-то горит, он включается автоматически. Как только вы заходите сюда, в эту комнату, в душевую, свет включается. Так, ну что, вроде бы здесь все показало. Здесь вот крючки, куда можно повесить одежду или полотенце. Ой, полотенце все мокрые, потому что мы из душа не вылезаем, честно говоря. В душ по 10 раз в день лазаем. И полотенце просто не успевают высыхать. Поврик для ног. Так, ну здесь все, в общем, все понятно. Пойдемте дальше. Здесь коридорчик, такой достаточно просторный, картина. Изображена здесь стрелиция. Вот она красивая такая. Так, здесь шкаф. Шкаф. Так, и давайте посмотрим. Очень порадовало наличие большого количества вешалок. Вешалок действительно очень много. Так, и даже еще вот там есть незадействованная полка. Здесь было одеяло, мы его взяли. Спим под одеялом. Ну, а такое тонкое, конечно, одеялко. Так, здесь сейф, где мы храним всякие ценные вещички. Здесь наша обувь, в которую мы приехали. Ну, в общем, как бы вот такой вместительный шкаф довольно-таки. Хорошо, что он с прорезями, чтобы, в общем-то, проветривалась одежда, потому что влажность очень здесь высокая. Так, вот с другой стороны, значит, шкаф. Там еще подушка есть запасная, вот еще вешалки. Радует наличие гладильной доски и утюга. Я, конечно, не пользовалась еще, но то, что это здесь есть, это очень хорошо. Есть зонт. Вот вчера был дождик, мы с этим зонтом ходили в ресторан. Зонтик один, но он большой. Так, все, здесь больше ничего такого нет. Закрываем и дальше, собственно, номер. В общем, весь номер 31 квадратный метр. Вот такое зеркало, полный рост. Зеркало, может, немножко будет мутным, но, в общем, это все от влажности. Светильничек вот такой. Я включила весь свет, который есть в номере, но здесь, конечно, не очень светло будет. Вот, ну, показываю, как есть. А здесь наша обувь. Так, далее. Вот с этой стороны, смотрите, вот такое мутное стекло, которое идет туда, в душевую. В принципе, через него ничего не видно. Если уж только совсем руку приложить с той стороны, вот так, стеклу, тогда еще будет силуэт виден, а так нет. Я сначала думала, что это раздвигается. Как бывает, знаете, в некоторых отелях здесь как такое окошко можно раздвинуть. Да нет, ничего тут не раздвигается, тут все намертво. Так, значит, возле кровати тумбочки вот такие. А здесь стоит ноутбук, за которым я работаю, работаю, потому что это самое удобное место. Здесь нет рабочего места как такового. Поэтому мне приходится как-то вот приспосабливаться. Я беру маленький столик с улицы, ставлю вот сюда, вместо стула использую. Стелю что-то мягкое под свою попу, сажусь и работаю. Здесь розетка есть. Розетка вот такая, но она адаптирована к нашим розеткам. Я не брала переходник, и, в принципе, он и не понадобился. Вот такая здесь розеточка. Так, дальше. Кровать. Кровать огромная просто. Огромная. На самом деле здесь как бы две кровати, но на эти кровати один матрас большой постелен. То есть мне нравится, что здесь нет вот этого разделения между кроватями. Вот. То есть матрас очень мягкий, такой удобный, удобный. Спать очень комфортно. С другой стороны такая же тумбочка. Здесь есть, вот он, разъем для подзарядки. Это вентилятор. Вот так если включить, то заработает вентилятор вот этот. Мы его включаем на ночь. Потому что если включить кондиционер, то он очень сильно шумит. А вот этот вентилятор работает тихо. Не мешает нам. Сейчас я пока его выключу, а то он будет лишние шумы нам создавать. Ну, вот такие светильнички здесь. Милые. Так, пульт от телевизора. Вечерком мы что-нибудь смотрим. Есть русскоязычные каналы. Там несколько штук, по-моему. Картина вот такая. Диванчик. Вот это покрывало, которое нам стелят на кровать. Когда нам кровать заправляют, стелят покрывало вот сюда. В ноги такая полоса вот такая идет. Гобеленовая. Вот. Ну, мы ее снимаем. Она нафиг тут не нужна. Столик. Так. Ну, вот можно было этот столик как рабочий использовать. Но здесь поблизости нигде нет розетки. Вообще нигде. То есть ноутбук я подключить к розетке не могу. Поэтому приходится вот так на тумбочке работать. Так. А, вот здесь управление кондиционером. Вот. Я его сейчас выключила. Вот он, кондиционер. Вот здесь вот так открываете. И выставляете нужную температуру. Все, что вам надо. Мы первый день замерзли. Так я здесь 32 градуса выставила, чтобы хоть согреться как-то. Потом приходят к нам, убираются и выставляют опять на самый минимум. И мы заходим в номер после уборки. И мы мерзнем здесь так холодно. Мы быстрее, значит, кондер выключаем. Выключаем и открываем, Настя же, двери. Чтобы тепло хоть заходило. Да. Это ж надо мерзнуть на Мальдивах. Но такое вот бывает. Да. Пока я стою около зеркала, значит, смотрите, я не могу уложить здесь свои волосы. Здесь такая влажность высокая. И они у меня кучерявятся. Я как это, как это, кудряшка сью. В общем, кучерявятся волосы. И я никак их вот ровненько не могу. Ну, думаю, ну и ладно, буду так ходить, лохматые немножко. Что еще делать? На отдыхе можно расслабиться. Не, ну правда, я их укладываю, они не укладываются. Прям тут жжжжж. И начинают завиваться. Ну, вот так вот. Так, пойдемте дальше смотреть. Здесь тумбочка для багажа. В общем, сюда вот я чемодан. Чемодан я даже не разбирала, неохота. Повесила на вешалку одежду такую, в общем, которую мы носим. Остальное все, как говорится, барахло здесь. Внизу тоже сумки от аппаратуры. Ну, в общем, вот так. Дальше это для мусора, урна. И здесь вот такой стол. Я сюда даже не заглядывала. Я никогда вот этими ящиками не пользуюсь. Потому что сюда что-нибудь положишь, начнешь собираться и забудешь. Здесь есть вот такой вот прайс на стирку, чистку одежды. Вот, если хотите, поставьте на паузу и посмотрите. Значит, это цена, сколько... Здесь указана цена за стирку каждой вещи. Вот, смотрите. Ну, допустим, пижаму вам надо постирать. Вот пижама. 2 доллара. Почему-то здесь еще 4 доллара. Вот это я уже не знаю, почему здесь такие цены. Ну, в общем, кто хочет, переводите. Вот так. Так что можно стирку сдать. А я стираю сама. Ничего страшного. Привет. Так, дальше ящики все, наверное, пустые. Да, не буду я их уже выдвигать. Вот здесь мини-бар. Мини-бар бесплатный. То есть нам его дополняют каждый день. И мы можем отсюда все пить. Но мы, конечно, не выпиваем. Вот. Здесь вот такая водичка. Это мой перекус лежит. Пиво 4 банки. Каждый день дополняют. Швепс. Вот это водичка наша. Это я привезла из России водичку. Так, это пирожное нам давали в самолете. Я схомячила. Думаю, я лучше в отеле чайку попью с пирожным. Ну, в общем, радует, что в мини-бар все включено. Можно все брать, все пить. Так, 4 бутылки воды дают каждый день. Если мы не выпили, то даже ставят еще пятую бутылочку. Два стакана. Кружки. Блюдца. Это мы вчера возле бассейна коктейль себе заказали и приносили в номер. Так, чай. Ну, мы чай уже вчера вечером выпили. Сегодня еще нам не дополняли. В общем, кладут 4 пакета чая. Кофе кладут 4 пакетика. Сливки. И сахар. Тростниковый, коричневый и обычный. Так, здесь вот такая картина. Давайте я вам вот отсюда покажу номер. Издалека. Очень удобный. Удобный и уютный номер. Шторы. Шторы здесь аж в три слоя. Вот это самые тонкие. Дальше вот такие шторы, через которые вообще солнечный свет не проходит. Вот мы их закрываем на ночь. Ну, а вот эти шторы декоративные. Мы их не трогаем. Ну, и пойдемте на улицу. Значит, у нас наш номер на первом этаже называется Бич. Бич Рун. Здесь вот такая дверь. И небольшая терраса. Мы, правда, сюда песку натаскали. Вон, песка много. В общем, на террасе. Вот этот столик, который я использую, как стульчик маленький. Два стула, полотенце пляжное. Здесь сушилка. Сохнет белье очень долго. По два, а то и по три дня сохнет. Вот, и, в общем-то, вот у нас выход, выход из нашего номера сразу, сразу на пляж. Пойдемте прогуляемся, я вам покажу. Единственный недочет, здесь нет, где можно помыть ноги. Вот здесь песок, и вот мы заходим сюда, и у нас весь песок тащится вот на террасу сюда и в номер тащится. Бедный этот наш, как называется, Румбой, наверное, да? Он, наверное, раза по два полы тут моет, потому что песка действительно очень много. Так, и здесь, кстати, когда вот эта дверь открыта, кондиционер не работает. Стоит закрыть дверь, автоматически в комнате включается кондиционер. И вот смотрите, видите, ручки никакой нет. То есть, когда мы здесь недалеко, мы, в общем-то, держим дверь открытой, вот, и заходим с пляжа сюда. Но когда мы уходим, мы здесь дверь закрываем, и войти в номер мы уже можем только обойти, вот, если виллу... Ну, я вам показывала сбоку. Так, ну что, пойдемте. Муж у меня уже загорает. Сейчас я к нему присоединюсь. Вечером здесь крабики бегают. Вон норки, видите? Это их норки. Вот они. Песок белый-белый. Но бывает местами колючий, потому что это песок коралловый. Вот поэтому массаж хороший. Сейчас посмотрите, что народу практически никого. Вот эти пальмочки все посажены вручную. Они пока маленькие. Но когда вырастут, будет красиво. Возле каждой виллы стоят лежаки. Отсюда видны водные виллы. Мы потом с вами прогуляемся туда. Ну, и давайте подойдем к воде. Из нашего номера буквально, ну, может быть, 10-15 метров. И уже водичка. Небо затянуто тучками. Солнышко еле-еле пробивается. Ну, очень парит. Как в сауне. Вода спокойная. Волн нет. Наш берег, кстати, очень тихий. Я потом вас проведу к другому берегу острова, противоположному. Вот там волны. А здесь волн нет. Я, конечно, приблизить не могу, но вот там вдалеке, на горизонте, вот там, там волны сильные. Там океан. И вот слышите вот этот шум? Это шум от волн. И когда шел дождь, то прям видно было, как плескались волны. Видимо, там или риф какой-то, вот там вдалеке. И волны об него разбиваются. И сюда, к берегу, уже они не доходят. В отеле, по-моему, или 250 номеров, что ли, или 350, уже не помню. Но народу очень мало. Практически никого нет. Так, ну ладно, друзья. Очень жарко. Пойду я переодеваться и купаться. КОНЕЦ КОНЕЦ